С вами Николай Пивненко в проекте Дата. 9 февраля день гражданской авиации России. Когда-то в этот день совет труда и обороны принимает постановление об организации совета по гражданской авиации и о возложении технического надзора за воздушными линиями на главное управление воздушного флота. Сложно, но важно. А вот путешествия по воздуху внутри страны стали возможны только летом 1923 года. Первым внутренним рейсом был Москва-Нижний Новгород. В 1932 году на базе имевшихся авиакомпаний был создан единый авиаперевозчик под названием Аэрофлот. Сегодня международный день стоматолога. Этот день выбран не случайно. 9 февраля день святой мученицы Аполлонии, ставшей покровительницей как мучающихся зубной болью, так и врачей, которые призваны эту боль устранять. А вы давно были у стоматолога? Поздравьте его! В этот день появились на свет 1441 год. Алишер Наваи, узбекский поэт, мыслитель, государственный деятель, был визерем султана Хусейна Байкары, покровительствовал ученым и поэтом. В 1783 в этот мир приходит Василий Андреевич Жуковский, русский поэт и переводчик, один из основоположников русского романтизма. Он дружбу пел, дав другу нежную руку. Но верный друг в отсвете лет угас. Он пел любовь, но был печален глаз. Увы, он знал любви одну лишь муку. 1844 год. Рождается Анатолий Федорович Кони, выдающийся юрист-практик, бесстрастный судья и гражданин. Крупный ученый в области права, блестящий педагог и прирожденный литератор, непревзойденный мастер ораторского искусства и неутомимый общественный деятель. Почетный член Академии наук, сенатор, тайный советник, член Государственного совета. В общем, фантастическая личность. 1874 год. День рождения Всеволода Мирхольда, режиссера, актера и педагога. А в 1887 в этот мир приходит Василий Чапаев, знаменитый советский военачальник. Участвовал в боях с уральским казачеством, белочехами и белогвардейцами. 1892 год. В этот мир приходит Федор Раскольников, советский дипломат, литератор, автор знаменитого открытого письма Сталину. Оно было написано в августе 1939-го и стало наиболее резким и в то же время наиболее обоснованным, по мнению историков, обвинением вождя в массовых репрессиях. Сталин, вы объявили меня вне закона. Этим актом вы уравняли меня в правах, точнее в бесправии. Со всеми советскими гражданами, которые под вашим владычеством живут вне закона. 1915 год. В этот мир приходит Борис Андреев, артист кино, «Трактористы», «Большая жизнь», «Два бойца» и другие фильмы. Мы хорошо их помним. 1959 год. День рождения еще одного замечательного актера Владимира Басова. К тому же кинорежиссера, сценариста и продюсера. 1962 день рождения Алексея Пиманова, советского и российского режиссера, продюсера, сценариста, журналиста и телеведущего. В 1979 появилась на свет Ирина Слуцкая, российская фигуристка, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, серебряная призерка Олимпийских игр. А в 1990 году прошлого века родился Федор Смолов, российский футболист, нападающий сборной России. События дня. 1795 год. Высочайшим указом турецкий порт Хаджибей переименован в Одессу. В 1818 выходят в свет первые 8 томов истории государства российского Карамзина. А в 1893 первый в мире сеанс стриптиза на сцене Мулен Руш во время вечеринки, которая устроена парижскими студентами. Импровизированный конкурс красоты. Модель под сценическим псевдонимом Мона сбрасывает с себя всю одежду. Последующий затем ее арест и штраф 100 франков вызовет беспорядки в столице Франции. 1895 год. Американец Морган из Массачусетса изобретает волейбол. Когда-то сам активно занимался этим видом спорта. И думаю, что рост у меня оттуда, от волейбола. 1900 год. Дуайт Дэвис учреждает новую теннисную награду. Кубок Дэвиса первым обладателем были США со счетом 3-0 победивший Великобританию. 1991 год. Проведен референдум о независимости Литвы от СССР. Это что-то невероятное. За восстановление независимости голосуют около трех четвертей зарегистрированных избирателей при явке, которая превысила 80%. Фактически начинается активный распад Советского Союза. Ну и последнее. 1955 год. Назначение Георгия Константиновича Жукова министром обороны СССР. Однако в октябре 1957, сразу после его возвращения из официальной поездки в Албанию, Жуков на заседании президиума ЦК смещен со всех партийных и государственных постов. Его вновь обвиняют в бонапартизме. Последующие 17 лет маршал Жуков проведет на пенсии. В отставке он пишет знаменитые мемуары, воспоминания и размышления, которые выдерживают множество изданий и в Советском Союзе, и за границей. Фантастическая судьба, которой хватило бы человек на 10. Но в который раз убеждаешься в том, что история бывает несправедлива к своим любимцам, по крайней мере с нашей современной точки зрения. С вами Николай Певненко в проекте Дата.